Много лет я мечтал написать книгу очерков о капле. Готовился к книге, но не писал. И вот недавно встретилась мысль о том, что писать книгу надо хотя бы для того, чтобы освободиться от иллюзии, что можешь написать ее. Капля это кусочек мира, в котором мы живем и который мы стремимся узнать. Капля, быть может дождевая, подсказала ученым идею модели атомного ядра и один из лучших способов наблюдения за движением элементарных частиц материи. Капля, летящая в дождевом потоке и падающая на речную гладь или росинкой, сидящая на паутине или набухающая на кончике сосульки во время весенней капели. Это очень красиво и поэтично. И не случайно многие поэты и художники восторгались каплей. Творчество поэтов и ученых питается из одного источника. Умение смотреть, видеть и удивляться. И кто знает, сколько еще будет увидено и понято благодаря капле. Капля обросла множеством сентенций. Кто-то глубокомысленно заметил, что капля воды обладает всеми свойствами воды, но бури в ней заметить нельзя. Последнее утверждение окажется неверным, если посмотреть на падающую каплю с помощью импульсной киносъемки. В момент отрыва и схлопывания сферу, она получила толчок и теперь помнит об этом. И по ней бежит довольно мощная волна. На парящую в невесомости каплю никакие внешние силы не действуют. Поэтому под действием сил поверхностного натяжения она приобретает форму с наименьшей поверхностной энергией. Это сфера. В связи с развитием космонавтики сильно возрос интерес к поведению жидкости в условиях невесомости. Возникло научное понятие гидродинамика невесомости. Что произойдет с космической ракетой, если топливо в ее баках будет вести себя так же? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ